Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня одиннадцатая Хешвана, это Йорцет Рахели, матери Рахели. Одной из самых важных дней в году является вот этот день. Рахель была любимой женой Якова и главой дома Израиля. Если считать с первого дня года, первого Тишлея, то до одиннадцатого Хешвана сорок один день. Сорок один день это слово, не матрия, а слово мать. Одиннадцатая Хешвана, этот день еврейской матери, сегодня вспоминают великую Рахели и своих матерей. Когда Рахель постоянно оплакивала изгнания еврейского народа, Всевышний утешил ее словами, удержив свой голос от плача, вернутся дети в твои границы. То есть это было пророчество о возвращении в землю Израиля, но на более глубоком уровне это относится к возвращению к духовным корням, к вере предкам, своим границам. Гематрия, слово границы, сорок один такая же, как у слова мать. Был известнейший такой Раф Брискер, он посещал в основном Мирон и могилу Рахель. Но именно на могиле Рахель, он сказал это место Тфилы. Сегодня нельзя попасть на могилу Рахели, огромное количество желающих, закрыто из связи с такой ситуацией. Ну значит можно зажечь свечку сегодня за Рахель домом. Кстати, одиннадцатая Хишвана, сегодня большая сгула на рождение детей, у кого нет, прочитать отрывок из Боец и вспомнил всесильный Рахель и так далее. Одиннадцатая Хишвана, еще если говорить о Йорцете Йорцет сына Рахеля, Беньямина, одного из основателя колен Израиля. Мать Беньямина Рахель умерла во время родов, а он родился и покинул этот мир одиннадцатого Хишвана и прожив сто одиннадцать лет. Все основатели еврейских колен родились на чужой земле, кроме Беньямина, который единственный родился в Израиле. Итак, обратите внимание, большинство персонажей Торы достаточно почтенного возраста, там почти нет молодых дарований. То есть они есть, но они не руководят народами. Возраст спорная категория с точки зрения мудрости. Говорят, что мудрость приходит с возрастом. Знаете, иногда возраст приходит один, и тем не менее Тора говорит, что надо учитывать, что человек с возрастом намного больше понимает. Нет понятия такого выхода на пенсию в иудаизме. Нет понятия отдыха от жизни, потому что эта жизнь приближает к тому, кто ее дал, и работать надо всегда. Почему Авраам выбран из всех многих других? Одна из причин очень простая. В этом мире много людей, которые делают благородные, святые дела, но не очень многие делают их постоянно на протяжении всей жизни, независимо от того, с какими обстоятельствами они сталкиваются. И это одна из причин, по которым мы никогда не найдем в Талмуде или в еврейской традиции концепцию выхода на пенсию. Или время выхода досуга уже после работы. Время, когда не надо встречать какие-то стоящие перед твоим лицом задачи жизни. То есть вызовы у людей в возрасте другие, чем у молодые, но нет оправдания попыткам уклониться от них и избежать трудностей. Таким образом, мы должны всегда продолжать идти вперед. Насколько можем. Это всегда было заповедью от Авраама Лех-Леха. Небеса, так сказать, говорят Аврааму, цель жизни это всегда идти вперед. Никогда не почивать на прошлых достижениях, но всегда видеть, что есть еще большее, что необходимо сделать. И такая работа людей в этой жизни, она не завершается полностью. Нам никогда не позволяют уволиться, так сказать, на полпути. Пока внутри нас живет дыхание жизни, мы должны продолжать двигаться именно по духовному пути. Что сказано было Аврааму? В страну, которую я укажу тебе. То есть задачи нет. Специально не ставится конкретная задача. Иди туда-то там. Вот здесь секрет миссии человека на земле. Иди, иди. Ты не послал в какое-то конкретное место. Иди. Если ты думаешь, что выучил 100 уроков, стал мудрым или там 6 добрых дел, ты уже великий. Ничего, это не так. Бог знает человека. Он специально не определил ему конечную цель. Написана главная цель какая? За Богом своим иди. Смотрите, люди вышли в пустыне. Генетически это. Они передали нам эту возможность, уникальную силу идти за Богом. Бог, кстати, оценил это действие. Он говорил, что... Вообще, представьте себе, вот вы сейчас забегаете домой, говорите, жена так, слушай меня внимательно. Я сейчас разговаривал с Маше. Мы выходим сейчас в пустыню, собирать детей 10 минут. Идем. Куда идем? Что вещи? Все, все. И вот они все вышли. А мы бы смогли. И не так все просто. Вы знаете, однажды раввин Израиль Салантер ночевал у сапожника. Поднявшись ночью, Рэбис заметил хозяина, согнувшегося над работой. Свечка горит маленькая. Израиль спрашивает у сапожника, почему ты не идешь отдыхать? Свеча уже почти догорела. Он говорит, пока горит свеча еще, нужно трудиться. То есть, Салантер сказал, что я услышал огромные слова. Еще пока душа человека, душа человека, написана свеча, пока душа горит, пока ты на земле труди, делай что-то. Мы обязаны помнить всегда, что в любой, вот, например, выходим мы в поездку, всегда читается дорожная молитва. Какая? Да будет угодно тебе Господь Бог нас привези на сцене нашего путешествия для жизни, радости и благоденствия. Так и в жизни. Пусть человек всегда молится о том, чтобы не сойти с того пути, по которому он должен следовать в этом мире, в том числе и в повседневной жизни. И тогда он преуспеет. Брахавы от слаха.